Привет, это снова база, я Никита Могутин. 31 августа 2018 года был убит Александр Захарченко, глава Донецкой Народной Республики. Убийство такого уровня в ДНР, ну, далеко не первое. Мы самые смелые, самые безбашенные. Но гибель Александра Захарченко – это особая история. Мы уверены, что к его убийству причастны свои. Нам помогали люди из бывшей службы протокола Александра Захарченко, нам помогали наши источники в РГСО ДНР. Это, представьте себе, местный аналог ВСО. Мы не будем называть ни одного из них по имени. Почему? Да потому что их просто-напросто убьют. Итак, сегодня мы расскажем вам о том, кто убил батю. Сверху от 정부. Это говорю, не Hadi, Hunter. Можно посмотреть, что тут вот тут... И так думаю, что где-то будет. Спасибо! И так далее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сердце этой истории, один из ключевых на самом деле элементов, это бомба. То, как она была установлена, то, где она была установлена, это, пожалуй, наверное, один из самых главных ответов на вопрос, могли ли свои быть причастны к убийству Александра Захарченко. Бомба, которую взорвали Александра Захарченко, была спрятана под деревянной крышей тамбура. Высота тамбура 2 метра 28 сантиметров. Ростом Захарченко сильно выше среднего. От его головы до бомбы всего 40 сантиметров. Взрыв направленный. Он убивает и его телохранителя Славика, и самого Захарченко. Представьте себе такой огненный душ. К бомбе были примотаны поражающие элементы, такие маленькие шарики. После взрыва они разлетаются с огромной скоростью и способны проделать в человеке полноценную дыру. Собственно, Захарченко и погиб от ранений в голову, несовместимых с жизнью. Для того, чтобы поместить бомбу под деревянный потолок тамбура, преступникам надо было либо забраться через крышу снаружи и привлечь к себе сразу же внимание, либо изнутри. Как можно было это проделать, не привлекая к себе никакого внимания? Загадка. Бомба, которая была установлена в Сепре, была собрана, вероятнее всего, на основе взрывчатки С4. Это всем нам известный гексаген. Чтобы взорвалась бомба, нужен детонатор. Обычно для детонаторов используют дешевый китайский аккумулятор. Однако тут есть опасность. Бомбу закладывали заранее, и устройство могло разрядиться. Поэтому диверсанты подключаются напрямую к энергосистеме кафе. Они запитывают свое устройство на лампочку в потолке тамбура. Обычно бомбу приводят действия по звонку с мобильного. Однако тут не тот случай. Тамбур очень маленький, и человеку с ростом Захарченко достаточно всего двух шагов или около полутора секунд, чтобы его пересечь. Звонок ненадежен из-за плохой телефонной связи. В Донецке вечно нельзя ни до кого дозвониться. Поэтому бомбу взрывают с помощью радиокнопки. Убийца видит, как Захарченко заходит в кафе. Он рядом с ним. Есть еще одна версия, как именно диверсанты привели в действие бомбу. На самом деле, версия эта достаточно безумная, на наш взгляд, и фантастическая. Однако почему-то именно за нее следствие уцепилось активнее всего. Так вот, следователи считают, и эти данные есть в материалах уголовного дела, что Александр Захарченко погубило его кольцо, которое ему подарила глава оплота Наталья Волкова. Следствие считает, что в этом кольце был установлен радиомаячок, который, когда батя зашел в кафе, среагировал к бомбу и выступил такого своего рода детонатом. Привел в действие ту самую стрельчатку. Тут есть одна неувязочка. Да, батя действительно носил это кольцо. Только вот проблема. В тот день, по словам людей из окружения Александра Захарченко, этого кольца на нем не было. Оно осталось у него дома, и близкие Захарченко его видели. Только вот потом следствие каким-то образом нашло его среди обломков в кафе Север. Итак, незадолго до своей смерти Александр Захарченко пять раз изменил точки маршрута. Первое – это ресторанный комплекс Артемида, второе – это дом вице-премьера Трапезникова, третье – это кафе Сан-Сити, потом гуси-лебеди, и пятая точка, наконец, конечная – это кафе Сепар. О том, что в этот день Захарченко будет в кафе Сепар, не знал ни он, ни кто из личной охраны. Ну, то есть он не планировал это вообще, вот по большому счету он это не планировал. Это произошло случайно. Лучше всего мог об этом знать кто? Тот, кто находится рядом с ним, видеть своими глазами. А если мы говорим о диверсантах, о возможных диверсантах, которые могли наблюдать за Александром Захарченко, где они могли бы это сделать? Давайте разберем, почему внешнее наблюдение возле кафе Сепар было маловероятным. До своей гибели Александр Захарченко не приезжал в Сепар около месяца. Представьте себе, вы заложили взрывчатку, и теперь почти месяц вы осуществляете наблюдение. Откуда? Допустим, это машина. Вот вы в машине сидите и наблюдаете за Сепаром постоянно. В машине должно сидеть несколько людей, ну, несколько человек, это очевидно, потому что вам же нужно меняться. Один заснул, один пошел поел. Представьте себе, как быстро бы вычислили эту машину. То есть машину нужно менять, верно? Верно. Теперь представим, как часто нужно менять машину. Ну, каждый день. И вы можете поверить, что у украинских диверсантов есть силы и средства для того, чтобы менять машину каждый день на протяжении, ну, не знаю, месяца. А может быть, понадобилось быть и два месяца менять, а может быть и три. Теоретически, верно же? Какие еще варианты для наблюдения, кроме машины? Ну, это, очевидно, некое здание. Крыша или, допустим, квартира. Оттуда могли наблюдать? Да, могли. Но теперь представьте себе, сколько времени, опять-таки, вам пришлось бы там сидеть. Вот вы видите, подъехал на автомобиле Александр Захарченко вместе со своей охраной. Вот он отсюда выходит и подходит к дверям. Вам не видно, что происходит в тамбуре. То есть, Александр Захарченко зашел, но на самом деле вы не видите, как находится ли он, проходит ли он прямо под бомбой. А как мы помним, взрыв был очень узким, узконаправленным, невероятно. Вы не сможете рассчитать, вам нужно посчитать по секундам, одна, две, три секунды, как быстро он дойдет до места, где находится взрывчатка. В данном случае она бесполезна, эта точка. Кортеж состоял из пяти автомобилей. Первой двигалась машина Lexus, за рулем которой был Захарченко. Lexus бронированный, естественно. За ним, за Захарченко, ехали две Toyota и RGSO, это вот аналог ФСО местного. Тоже это бронированные машины, и у них, соответственно, ежи, так называемые, это вот антенны, пелена, она подавляет радиочастоты и подавляет сотовую связь, чтобы нельзя было прослушать, может быть, где-то подорвать что-то, на пути следования взрывчатка, которая, например, действует по радиосигналу. А почему же тогда, скажите, не сработала та самая хваленая глушилка, установленная на одной из машин в кортеже Захарченко? А у нас есть ответ. Она, скорее всего, просто не работала. Пелена глушит практически все виды связи. Это у нас Wi-Fi, ЛТЕ, 3G. Сигнал падает на расстоянии 50 метров от коробочки. Таким образом, при включенной пелене в районе Сепра просто не могло быть никакой связи. Однако мы стали рассматривать камеры наблюдения и обратили внимание на девушку, Наталью Волкову, главу оплота. Она выходит из автомобиля и разговаривает по мобильному телефону. Это просто невозможно при включенной пелене. И здесь есть лишь два варианта. Первый вариант – халатность. Кто-то из охранников выключил пелену, потому что надоело. СМСки не отправляются, перебой вечный со связью. Второй вариант куда более страшный. А теперь давайте поговорим про официальную версию. Убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко месяц назад не сломило жителей Донбасса. Сразу после убийства Александра Захарченко появились сообщения в донецких информагентствах о том, что это было все совершено по заказу из Киева. Вообще, надо сказать, что за год официальные лица ДНР, тот же Пушилин, сделали очень мало коротких, скудных комментариев по поводу подробностей гибели Александра Захарченко. Единственная такая более развернутая официальная версия, на мой взгляд, это репортаж, специальный репортаж, который появился на «России-1» в сентябре. Почему мы считаем, что этот спецрепортаж на «России-1» это, по сути, официальная версия? Во-первых, там было эксклюзивное видео с камер наблюдения. Во-вторых, там впервые появился человек, который убивал «Моторолу», так называемого. Всех этих деталей, они бы не появились, если бы Министерство госбезопасности, местные власти не отдали их. Какие выводы мы можем сделать из репортажа «России-1» это один из, по сути, официальной версии. Готовили покушение в Киеве, в СБУ, и что помогали в этом украинцам непосредственно некие западные спецслужбы. Но там было один раз даже озвучено, что взрывчатка была американская. А чего производство эта взрывчатка была, рассказали? Сергей мне говорил, что это американское производство, и дали ему американские спецслужбы. Понятно, да, куда клонят? Американцы помогли украинцам взорвать Захарченко. Почему мы не верим официальной версии и репортажу «Россия-1»? Потому что, во-первых, нам говорят, что за Александром Захарченко следили. Это вряд ли. Второе, что была задействована некая американская взрывчатка, и якобы эта суперзрывчатка такая крутая, что она подавила систему пелена, которая как раз призвана подавлять радиосигналы. Ну и вообще сама по себе вот эта вот связка американские спецслужбы уже, да, говорит о некоем недоверии. Мы так часто говорим слово «свои», что нужно понять, а кто это «свои» в данном случае? Кого мы имеем в виду «свои»? Кто возглавлял личную охрану Александра Захарченко? Это человек, известный под именем Дима Беркут. Беркут взял в свои заместители вот этого человека. Он известен как Дима Третий. Он очень дисциплинированный и профессиональный человек. И спустя какое-то время, как нам известно, Дима Третий подвинул, по большому счету, Диму Беркута. Первая странность связана с тем, что 14 августа, буквально за две недели, получается, практически до смерти Александра Захарченко, в этом кафе «Сепар» не сработала сигнализация. И эта информация доносилась до начальника охраны. То есть в данном случае она должна была быть донесена до Димы Третьего. Была ли она донесена? Была. Никакой реакции, на самом деле, насколько мы знаем, не было. Не исключено, кстати, что именно 14 августа и была заложена взрывчатка в кафе «Сепар». Не исключено. Кафе «Сепар» со всех сторон было окружено камерами наблюдения. Внутри, снаружи. А теперь представьте себе, происходит взрыв, погибает Александр Захарченко. Что мы видим? Мы видим камеры внешние наблюдения, самого взрыва. А где видео, как закладывали эту взрывчатку? Оно же должно быть. Закладывали ее через крышу или заходили в тамбур. В любом случае на видео должны были попасть люди, которые собирались устанавливать взрывчатку. И вот тут возникает странность. Сразу после гибели Александра Захарченко делом занялась военная прокуратура. Но следователь почти месяц не мог получить доступа к исходникам камер видеонаблюдения кафе «Сепар». А когда он, наконец, добрался до исходников, то выяснилось, что момента, как закладывают взрывчатку в кафе «Сепар», просто нет. Вот теперь представьте себе. Вы задерживаете диверсанта, который вам говорит, «Ребят, помимо меня тут, в ДНР, сейчас работает еще одна группа диверсантов. И у них есть задание конкретное – взорвать Александра Захарченко и взрывчатку заложить в кафе «Сепар». Вот как вы думаете, что, по идее, должна была делать служба собственной безопасности? Они должны были этот «Сепар» взять в кольцо окружения. А что происходит? Кто-то заложил взрывчатку, и лиц этих людей нигде нет. С сигнализацией что-то происходило, и реакции нет. Диверсант Погорелов, которого вы задерживаете за несколько месяцев до гибели Захарченко, говорит вам, «Погорелов уверяет, что его киевский куратор Сергей для ликвидации главы республики подготовил еще одну группу. Она должна была установить взрывчатку в кафе «Сепаратист». И снова реакции нет. Как должен был на это реагировать человек, который, по сути, управляет всей структурой службы безопасности, то есть тот самый Дима Третий? Ну, очевидно, как он должен был реагировать, но почему не среагировал? А что произошло с Димой Третьим после смерти Захарченко? После смерти Захарченко он стал начальником одного из управлений в Министерстве госбезопасности ДНР. Но это еще не все. У Александра Захарченко была так называемая республиканская армия. Где-то 5000 человек приблизительно, это была его личная гвардия. И содержание этой личной гвардии не было прописано в бюджете. Платил им сам Захарченко, то есть на обмундирование, на топливо, на содержание, зарплату и так далее и тому подобное. А, собственно говоря, откуда брали деньги-то на содержание всей этой республиканской армии? Платили предприятия, которые находятся на территории ДНР. Например, только там руководство Старобешевской ТЭС платило около 10 миллионов рублей в месяц за так называемую охрану. Таких предприятий были десятки. И собирал деньги с этих предприятий при живом Захарченко Дима Беркут. Когда Захарченко не стало, республиканскую армию расформировали. Но по факту вышло так, что деньги продолжали собирать. Кто собирал деньги с предприятий? Все так же собирал деньги. Уже не Дима Беркут, а Дима Третий. Понятно, кто мог покрывать подготовку к убийству Александра Захарченко. А кто, собственно говоря, должен был его убить? Сменой, которая была рядом с Александром Захарченко, руководил Десант. Человек с позывным Десант. Именно так, на первый слог. Но его самого в день гибели Захарченко не было. Он уехал в Крым. Там есть небольшая предыстория. Десант за неделю или за две до смерти Захарченко попал в аварию. И вот, чтобы избежать всего этого скандала, его отправили куда подальше, в общем, в Крым. В отпуск отправили. Мог ли он специально, например, организовать вот эту аварию для того, чтобы уехать потом и снять с себя подозрения? Это вопрос открытый. Первый – это Славик. Второй – СС. Третий – Куля. Четвертый – Добрик. Пятый – Зебрик. Шестой – Мамон. Седьмой – Спартак. Восьмой – еще один Славик. Девятый – доцент. За несколько дней до гибели главы ДНР люди из этой смены приезжали в кафе Сепар. Для чего? Для того, чтобы проверить кафе на предмет взрывчатки, мин и всяких странностей и так далее и тому подобное. Мы советуем присмотреться к нескольким людям. И вот почему. Куля. Именно у него в машине был пульт от управления блокиратора сигналов «Пелена». Почему «Пелена» не сработала? Потому что она была отключена. У кого в руках был пульт управления? У Кули. Задавали ли вопросы, Куля? Нет, не задавали никаких вопросов. Личную охрану Захарченко после его гибели не проверяли на детекторе лжи. Вообще это, наверное, даже не профессионализм. Это какое-то нарушение всех мыслимых и немыслимых правил профессиональных. Еще один человек – это СС. Это позывной у него такой СС. На самом деле его зовут Михаил Жуков. Его женщина работает у Димы Третьего секретарем в Министерстве госбезопасности. Михаил Жуков вышел из машины и задержался. Мы видим, как заходит Спартак. За ним заходит Александр Захарченко. После Александра Захарченко идет его охранник по фамилии Доценко с позывным «Славик». Затем заходит Волково. Затем заходит Ташкент. И только после них заходил Михаил Жуков. Задерживается перед входом. Он пропускает, он начинает пропускать как бы вот всех. И посмотрите на его руку в кармане. Не исключено, что именно он мог нажать на кнопку, которая активировала взрывное устройство. Это тот человек, который видел, где проходил Захарченко прямо перед смертью. Сам Михаил Жуков после взрыва не пострадал. Там были незначительные травмы, ожоги небольшие. Он сейчас депутат. После смерти Захарченко очень многие из его личной охраны, многие из приближенных к нему людей, они остались не у дел. Но только не Михаил Жуков. Мы не хотим бросить тень на всю охрану Александра Захарченко. Понятно, что для того, чтобы его устранить, достаточно было одной, двух, трех крыс. Заранее понимаю, что вы будете говорить о том, что наши выводы, все и доказательства взяты из воздуха, высосаны из пальца и так далее. Но я хотел бы, чтобы вы поняли, а кто эти источники? Это люди, которые охраняли самого Захарченко. Это раз. Второе, это люди, которые работали в МГБ ДНР, это Министерство госбезопасности ДНР и имели отчасти отношение к расследованию. В-третьих, это люди, которые работали в МВД, а также в службе протокола Александра Захарченко. То есть, чтобы вы понимали, не верить многим из них у нас оснований нет. Тем более, что после того, как мы собрали всю информацию и сложили это все как пазлы, перед нами выстроилась некая картина. Да, можно взять и отдельно попробовать разбить каждый из этих эпизодов, подвергнуть их сомнению и так далее. Но в совокупности, в совокупности получается довольно-таки странная ситуация. А почему эти люди нам помогают? Потому что, во-первых, они не доверяют официальной версии, во-вторых, они считают, что Александра Захарченко помогли убить свои. Все, о чем мы здесь рассказали, вы можете более подробно прочитать в текстовой версии. Она будет в ссылке в описании под видео. Это была, кстати, первая часть, а вот вторая часть расследования ожидается достаточно скоро. И в ней мы расскажем, кому могла быть выгодна смерть главы ДНР Александра Захарченко.